Ты готов? Да. Ну улыбнись. Здравствуйте, уважаемые любители лёдных видоспорта. Как можно считать в практически нелётную погоду? Ну, сейчас мы вам покажем. Видите, сейчас все экипажи нам завидуют, потому что всем лень собирать планера, готовиться, ждать буксировщик и лететь неизвестно куда. Наш же планер электрический, и ему всё равно. Всё, включи, нажал на кнопку и получил результат. Ну, сейчас мы слетаем, посмотрим, насколько там хватит батарейки. Батарейка, к сожалению, полностью немножко не зарядилась. Двух вольт не хватает. Но спишем это вот на холод. Она балансировалась, ей там холодно, на этой батарейке. Она сейчас греется, грелку включила. Посмотрим, на почти полной батарейке, насколько можно ли прогуляться на Тауру себе пестреле электрическом или нет. Поехали. Будем стараться взлетать с асфальта, потому что вокруг мокро. Весь аэродром были такие ужасные дожди, что ужас, ужас. Друзья, хочу вам, кстати, рассказать интересную вещь. Люди делятся на тех, кто взлетал с воздушными торможами открытыми, а кто без. Кто еще не делал. Вот если так оставить тормоза, их отсасывает потом ветром, и они начинают вот так вот брямкать и тормозят на взлете наш планер. Мы так делать не будем. Закрыли тормоза. Мы проверились. И докладываемся. Сарла Батинди Виктор Докуляш Пистонорт. Поехали. Мы должны красиво выглядеть в взлете. Сейчас я полную тягу не даю, потому что можем на нос. У нас масса достаточно большая. Начинаем разбегаться. Ветра нет, штиль. Скорость 60. Скорость 70. Скорость 80. Можно отрываться. Оп, бам. Там даже трамплинчик, видел какой. Все, летим. Закрылок плавно на плюс 5. Шасси убрать. Убрано. Закрылок на ноль. И полетели. Жуть я, конечно, не нагоняю, но выглядит все совершенно понятно, почему же немцы не летят. Потому что страшно. Видите, везде в районе бродят ливневые осадки. Сейчас солнышко греет. И из-за разогрева достаточно активно формируется зона с дождями. В этом случае снеговыми. Вот такая зона у нас сейчас по центру кадра. Аэродром пока свободен. Слетали, кстати, на аэродроме было солнышко. Сейчас немножко закрылось. Мы далеко от аэродрома летать не будем на капельку. Собственно, мы хотим просто выдурнуть выше облаков и посмотреть на солнышко. Имеем на это полное право. Но самое главное потом через эти облака вниз опять вернуться и красиво приземлиться. Собственно, основная цель нашего полета. 72% батарейка. Высота мы набрали тысячу метров над аэродромом. Вот наш аэродром. И вот она дырочка, через которую мы можем выбраться повыше. Как раз по этой дырочке и шпарим. Она не очень широкая, но надежная. Самое главное в этом случае не увлечься и не остаться сверху над облаками. Потому что конкретно на этом планере авиагоризонта у нас нет. Вот на этом приборе. Может быть авиагоризонт, я кстати, не знаю. Может он там и есть. Надо его только активировать было перед полетом. Сам, конечно, вот этот полет через дырочку выше облаков уже заслуживает большого уважения. 62% заряд батареи. Высота общая 2 километра. Аэродром 700-1300 метров мы набрали уже. Ну, not so bad, как говорит Клаус. Надо понимать, что сейчас, как вы видите, на вариометре 3,5 метра в секунду. Планер дает 2. То есть еще небольшой поток присутствует. Собственно, вот это вот перед нами волна, которая западная образуется. Так что мы сейчас еще и попарим, наверное. 2700 метров мы набрали 2 километра над аэродромом. Это прекраснейший результат. Правда, мы вытераптили батарейку. 32%. Я сейчас на 30% заглушусь. И вот смотрите, какая огромная дырочка. Это как раз еще одна возможная волна. Здесь Ленова еще и значительно лучше. И вот в этой дырочке мы точно будем держаться. И если что, опустимся по вот эти облака и вернемся домой на аэродром. Давайте я вам круг сделаю. Почета. Скороподъемность сильно уменьшилась. Сейчас 1,8 метра в секунду. То есть там, где мы летали до этого волна. Может быть, мы туда потом вернемся. Ну вот вам красивый на окружающую природу. И выключаю двигатель. Отпускаю винт. Сейчас надо серьезно думать. Вот там у нас дырочка, которая около аэродрома. Здесь дырочка, которая у запасного аэродрома. Да, фундаментальненько выглядит. Надо возвращаться в сторону аэродрома все-таки. Хотя там дырочка-то уже и схлопнулась. Вот так, друзья, проворонили дырочку. Все, возвращаюсь к запасному аэродрому. Здесь дырочка побольше. Собственно, через нее я и буду опускаться. Вот вам, пожалуйста, игры с дырочками. Чих-пых, эй. Но здесь дырочка большая. Это вселяет некую надежду в успех нашего мероприятия. Арсений, ты как? Волнуешься? Пока дырка есть, нет? Я тоже не волнуюсь, пока дырка есть. Конечно, хочется пожалеть, вроде как. Но тут, конечно, в таком полете, когда концентрируется множество факторов, не до шалости. То есть я здесь считаю всегда, что должно быть, так сказать, три. Может, чтобы что-то произошло нехорошее, совпасть, каких-то три, так сказать, события. То есть сегодняшнее событие – это сложная метеообстановка, возможность обледенения, отсутствие горизонта. Видишь, я вот сколько уже всего насчитал. Ну, по сути, это все кладется к одному, к сложной метеообстановке. Ну вот. И поэтому я принимаю важное решение не шалить и красиво полетать сейчас рядышком с облаками, потом опуститься под облачность и вернуться на наш аэродром. Капайло, ты согласен с этим мудрым решением твоего инструктора? Хорошо. Ну, тогда ты летай, что я летаю-то? Иди ручку. Он полетает рядом с облаками, побалдеет. На всякий случай я убрал чеку парашюта. Если мы вдруг заблудимся в облаках, вы не будете такого другого варианта, там, мы дергим, парашют шпок, и на него опустимся. Благо ветра нет, будет все мягенько. Нагоняю в жутье. Но между тем, надо просто получать удовольствие от этого полета. Сегодня, как вы видите, выпал снег. Я с утра был на соседнем аэродроме. Видите, дырочка даже шире стала. Никакой опасности не представляет. Собственно, край нашего аэродрома даже видимо. На этом аэродроме я был с утра. Он был весь завален снегом. Но сейчас снег достаточно быстро растаял. Что я делаю на том аэродроме? Я любую годность делаю на принцессу. Всякие бумажки надо заполнить там и так далее, подготовиться. А потом съездить, взять ее и сделать. Ах, красиво, конечно, твоя ручка. Пойдите поближе к облачкам. Пока мученик гоняет по облакам, я отвечу на вопрос, возможно, и доволен я высоким тестом. Да. Ну, ту тесту у нас сложно, потому что, да, набрали мы 2 километра, но все-таки был восходящий поток вдоль линии вот этой волны. То есть у нас обычная скороподъемность на 24 киловаттах около 2 метра в секунду. А был, извините, там 3,5-4. Поэтому, конечно, 2 километра на 3-е 70% батарейки мы не наберем, но 1600 метров, я думаю, вполне. А это, извините, 2 полноценных вылета. Так что в версии, когда батарейки на пепестреле работают хорошо электрическом, даже вот в этой версии 2,5, он вполне себе прекрасно летает. А как вы знаете, в версии 3 у него уже батарейки с водяным охлаждением и на 20% более емкие. То есть можно будет на третьей версии взлетать и останется ровно столько, сколько это имеет на полной зарядке. Почти. Так что перспективы огромные у нас. Так, куда бы нам слетать? О, смотри-ка, какой-то небольшой поточек из полметра. Может быть, ты тут и пошубурши где-нибудь. То есть ветер с той стороны, где-то здесь отскок может быть вполне. Видишь, вот на этих маленьких облачках, если даже не сильно, видишь, нолик. Почти высоту не теряем. Ага. Как красиво. Я тебе говорил, что надо лететь? Это к вопросу о том, что погода надо ждать на аэродроме. Мы обсуждали, стоит ли вообще сегодня дергаться, нужно ли лететь. Я безоговорочно говорю, конечно, нужно. Потому что я знаю, что если ты хочешь поймать красивый полет, то за ним нужно охотиться. Мы приехали на аэродром. Все, конечно, удивились. Вы говорите, летать. Я говорю, конечно, так некуда же летать. Я говорю, так сейчас будет. И бах! Хорошим людям погода улыбается и дает возможность полетать. Как твои ощущения от происходящего? Круто. Аэродром видно, вон, видишь. Так что, чтобы ты не боялся, что сейчас дырочка захлопнется. Ну да, ты уже в долину как пять пальцев свои знаешь. Все, твоя задача сейчас продержаться воздух как можно дольше. И получать, не забывать удовольствие от полета. Наш аэродром визуально видно. Но если бы там было что-то плохое, посмотрите, под нами запасной аэродром для нас. Опа! Мы с него взлетаем, кстати, довольно часто, когда дует вверх и южный ветер. Дружественном нам аэродроме. И вот на этой горе буквально вчера мы летали, позавчера снега там не было. А сейчас есть. Снега, конечно, навалило немерено. Прям лыжники должны радоваться. Ну и дождей пролилось. Вы видите, какие речки, бурную речку вам сверху не видно? Вы уж поверите, она такая редко бывает. А вот, кстати, ливневый снег. Вот, видите, какая зона осадков. Если эта зона осадков рванет на наш аэродром, тут, конечно, я уже первый пойду на посадку. А пока можно еще немножко полетать. Можешь к снегу прогуляться, держи. Коварные облака смыкались над пилотами. Нас засасывало в самую толщу жуткого облака. Что делать? Да ничего не делать. Разогнаться надо, друзья. Нужно разогнаться до 180. Видите, мы опустились. И сейчас немножечко пройдем вперед. Оп, на запад. И вот мы выскочили ровно в ту самую дырочку, в которой начинали наши приключения. Аэродром открыт, на нем единственное, уже нет солнца. Но в остальном все прекрасно. В том месте, где мы примерно надбирали, идет снег. Откуда снег формируется? Падает вниз воздух, происходит конденсация достаточно интенсивная. И образуются такие вот непонятные вещи. Снега-дождь такой. Мы сейчас немножечко вперед пройдем. Есть шанс, что там может быть будет какой-то небольшой восходящий поток. Мне всегда нравится в планерах исследовать небо. То есть каждый раз находишь какое-то новое прочтение. О, видите сколько? Какой мощный поток был. Дернул он нас вверх. Роторончик. Может быть вот туда можно пройти. И все это, видите, куча зон осадков. За этим всем нужно следить, чтобы не нарваться и не провалиться куда-нибудь в нехорошее место. Да уж, не сделать такую фотографию будет кощунством. Так, осадки к аэродрому пока не приближаются, но уже так близенько. А планер мне не очень хочется мочить, честно говоря. Он же электрический. Еще как бы стукнет током потом после посадки. Скажет, а ты намочил меня. На тебе удар молнией. Шучу, конечно. На аэродром пока все хорошо. Но здесь почему возникает вот эта зона пустоты? Это именно классический процесс формирования феновой щели. Дело в том, что, видите, на центре кадра у вас гора, откуда дует ветер западный. Вот за ней воздух резко опускается вниз и образует зону осадков. А потом как бы немножко поднимается вверх. Вот во время опускания вниз происходит конденсация, образуется феновая щель. Вот она сейчас плюс-минус над аэродромом, свободная от облаков неба. Хотя, конечно, вот какое-то облако дурацкое прилетело. Видите, из него идет дождь, прямо на аэродром. Это я все-таки погорячился. Так что будем в дождь садиться. Эх, такой вот позор. А может быть, вот эти осадки, они не успевают упасть на землю, испаряются в небе. Такой тоже часто бывает. Сухой дождь называется. Сейчас посмотрим. Видите, ручку попробуй здесь чуть повисеть. Вот у тебя небольшой потокчик в районе панели. Здесь еще сам пол может давать динамику. То есть ветер достаточно сильный. На ночь закрывать поставлю. Где-то на скорости 110. Попробуй немножко покружи. Вправо можешь сделать такой 30-60. Пощупать тут. Может, все и будет. Нам удалось немножечко попарить и дождаться, пока дождь уйдет с аэродрома. А сейчас прекрасные условия для посадки. Мы ей будем заниматься. Держи ручку. При подготовке к посадке первым делом надо выпустить шасси. Вот он, шасси. Скорость 120. И проверить, что шасси встало на замок. Это важно, потому что они могут убраться. Теперь переставляем закрыло в положение Т. Это Тайков. И смотрим, что ветер западный, достаточно сильный. Высоты у нас уже немного. Поэтому будем делать короткий заходик. Вот этот короткий заход всегда не хорош тем, что все, что происходит с дефицитом времени, часто плохо заканчивается. Я смотрю, вон там планера построились на взлет в маньяке. Проверяю воздушные тормоза, что у них есть. И идем параллельно полосе. Я такую короткую коробочку, соответственно, буду делать. Там кто-то собирается даже взлетать. Зачем нам им мешать? Поэтому мы будем коротко заходить. Проверяю скорость, хорошая. И сейчас главное с разворота выйти на ось полосы. Вот этот любимый мой заход, орбитальный. Когда нет ярко выраженного третьего и четвертого, идет просто такой полет по дуге. На финишной прямой. Как это? Шасси выпущены, зеленые горят. Так, и немножечко с попутным ветром мы движемся. Тут какие-то собаки, тут какие-то вороны. Видите, пипецелет штука прыгучая, но я к нему уже более-менее приноровился. Сейчас будет этот шимми заднего колеса. Но я тоже научился его бороться. Видите, так шебуршишь лапами, и в этом случае шимми не происходит. Сейчас, ну, вот видите, ну, вот я сейчас раз пошебуршал, и шимми тем самым убираю. То есть как раз крайне удачный вариант. Да, смотрите, собрались наши коллеги, хотят взлетать. На нас посмотрели, думает, вот этот извращенец. А мы раз, раз, поднимем сейчас нашу мотоустановку, и пафосно доедем до ангара. Конечно, электрический мотор – это электрический мотор. Так что я тебе категорически советую, планер с электромотором. Не надо заливать топливо, наконец-то. Вот такой вот поучительный ролик про электроплодилизм. Я думаю, что за ним будущее. Мы это проверим.